Всем привет, друзья! Это шестая серия из цикла видео Android LegBest. В этой серии мы поговорим о том, как установить кастомный рекавери TWRP, а также получить права суперпользователя или рутного устройства, которые работают под управлением операционной системы Android. Зачем нам нужна кастомная рекавери? Если провести налоги, то можно сравнить кастомный рекавери с BIOS на Windows. На любом Android устройстве есть родной рекавери и, по сути, сделать вы там ничего не можете, если только водить командой через ADB, про которую я рассказывал в прошлой серии. Поэтому люди придумали кастомный рекавери, оно так называется кастом, то есть изготовленное на заказ, если переводить с английского, то есть конкретно под каждое устройство, где есть графический интерфейс и мы можем произвести всякие манипуляции с телефона. Через кастомный рекавери можно модифицировать системные файлы, делать бэкап, устанавливать бэкап, липо, вайпать телефон, то есть все, что вы захотите, и еще много чего другого. Также в этом ролике я покажу, как получить права суперпользователя, то есть рут, если у вас телефон поддерживает кастомный рекавери, но об этом чуть-чуть попозже. Грубо говоря, зачем нужен рут? Все, чем мы пользуемся на телефоне, это верхняя прослойка системы, также есть внутренний, доступ к нам ограничен. И, соответственно, с помощью прав суперпользователя, то есть рут, мы можем модифицировать эти внутренние файлы и расширять функционал нашего устройства. Кейсов применения прав суперпользователя очень много, я даже не буду на них останавливаться, потому что если вы смотрите этот ролик целенаправленно, то и вы и так знаете, зачем вам нужны рут права. Ну а если вы смотрите этот ролик в образовательных целях, то можете ввести в PlayMarket слово рут, и вам выскочит целая гора приложений, для которых нужны права суперпользователя. В отличие от остальных роликов из цикла Android LeakBest, где вы можете попробовать все то же самое, что я показываю на видео, в этом ролике чуть-чуть по-другому. В этом ролике все, что вы увидите, показано исключительно в демонстрационных целях, если вы потом решите установить TWRP и получить права суперпользователя, но у вас что-то пойдет не так, то вся ответственность остается за вами. Для вашего удобства я написал текстовую инструкцию, где вы можете сверять каждый шаг из видео с текстом, так вам будет намного легче и понятнее, но как обычно все ссылки вы сможете найти в описании под видео. Надеюсь я все понятно объяснил, а теперь как обычно давайте приступать к основной части видео. Итак, для начала нам нужно скачать установочный образ TWRP, для этого заходим на их сайт и переходим в раздел «Devices». Как видите, TWRP доступен для очень большого количества устройств от разных производителей. Например, выбираем Xiaomi и, как видим, вот такие вот устройства могут установить Custom Recovery TWRP, ну и в нашем случае выбираем Mi A1. Дальше находите раздел «Download Links», здесь нам нужно нажать на Европу, скачиваете самый последний доступный образ для вашего телефона и нажимаете на ссылочку «Download TWRP и необходимую версию» и скачиваете ее на рабочий стол в пустую папку. Теперь переходим к телефону и для начала переходим в «Настройки» и отключаем всю защиту, то есть любые пароли и пин-коды, чтобы их не было. Далее переходим в «Систему» и раздел «Для разработчиков». Если вы не знаете, как это активировать, посмотрите видео, которое высказывает «Сплывашки», там мы настраиваем ADB-связь, это очень важно. В «Настройках разработчиков» мы активируем заводскую разблокировку, а также у вас уже должна быть активирована отладка по USB. Теперь переходим в папку ADB на диске C, зажимаем клавишу Shift и правую кнопку мышки и вызываем окно PowerShell, копируем команду ADB reboot bootloader и переходим в режим Fastboot. Альтернативный вход, а также выход из режима Fastboot, например, на устройстве в Xiaomi – это долгое зажатие нижней клавиши громкости и клавиши питания. После того, как мы перешли в режим Fastboot, копируем команду Fastboot OM Unlock, который позволит нам разблокировать загрузчик на телефоне. После этого переходим в окно PowerShell и активируем команду, тем самым мы разблокируем загрузчик и все данные на телефоне сотрутся. Нам нужно будет подождать некоторое время, телефон перейдет к заводскому состоянию, но уже с разблокированным загрузчиком. Я напоминаю, что все данные у вас сотрутся, так что обязательно сделайте бэкап важных данных перед тем, как будете выполнять данную процедуру. Также сообщение для тех людей, кто немножко в теме и думает, почему мы не зажимали нижнюю клавишу громкости при разблокировке загрузчика. Тем самым данные бы у нас не стерлись, но если бы мы сделали таким образом и потом устанавливали TWRP, у нас бы произошла ошибка и данные бы все равно стерлись, поэтому легче сразу допустить их стирание. После того, как вы проведете первоначальную настройку телефона, после перехода его в заводское состояние, переходите в настройки, система, а телефон и нажимаете 7 раз на номер сборки, тем самым и активируем настройки разработчика. Переходим в них и смотрим, что заводская разблокировка на телефоне у нас активирована. Далее нам нужно спуститься чуть-чуть вниз и активировать отладку по USB и у вас может выскочить сообщение с отладкой сразу же. Если оно у вас не выскочило, то переходите в видео с настройкой ADB и там я в деталях рассказываю, как сделать так, чтобы это сообщение выскочило. После этого нам нужно подключиться к домашней Wi-Fi сети, если вы еще не подключились к Wi-Fi при первоначальной настройке телефона. Далее переходим в браузер Chrome и в поисковой строке вводим запрос Magisk. Нам нужно будет перейти на их сайт, он может быть не на первой строчке, но он называется Magisk Manager, нам нужно перейти на него. На главной странице Magisk Manager нам нужно скачать два основных файла. Первый называется просто Magisk Manager, нажимаете на него и у вас автоматически начнется скачивание файла. После этого нам нужно перейти обратно на главную страницу сайта. И опять же, на главной странице нам нужно найти второй сайт, который будет уже называться Magisk и какая-то версия в зависимости от того, когда вы смотрите это видео. Нажимаете на него и скачивание также начнется автоматически. После этого нам нужно перевести телефон в режим Fastboot через окно PowerShell, которое мы вызывали через папку ADB на диске C. После того, как телефон перешел в режим Fastboot, мы возвращаемся к файлу, который мы скачивали в самом начале этого видео. Оно так и называется TWRP, какая-то версия и модель вашего телефона. Очень важно! В последствии мы будем вводить команду Fastboot Boot и название этого файла. Обратите на это внимание, во второй части вам нужно будет ввести название вашего файла. Итак, копируем нашу команду в первой части, которая Fastboot Boot, а во второй части название нашего файла. Переходим в папку с этим файлом, зажимаем клавишу Shift, правую кнопку мышки и вызываем окно PowerShell. Копируем эту команду, активируем и наш телефон загрузит Custom Recovery TWRP. Итак, после того, как у вас все прогрузилось, делайте свайп слева направо и переходите в главное меню Custom Recovery TWRP. Здесь есть очень много разделов, например, Backup, где можно делать Backup и Restore, где восстанавливать эти Backup и Settings со всякими настройками Advanced для опытных пользователей, но нам нужно нажать на Install, дальше перейти в папку Download, где мы скачивали файла и установить Majisk. Нажимаем на него и свайпаем слева направо и ждем процесса установки. TWRP прошьет файл в корень нашей системы, после того, как все закончится, нажимаем на Reboot System, отключаем все галочки и нажимаем на клавишу Do Not Install, чтобы не устанавливать всякий мусор на наш телефон. Телефон должен достаточно быстро перезагрузиться, как обычная перезагрузка. Дальше заходим в главное меню, находим файловый менеджер нашего телефона, заходим в папку Загрузки и нам нужно установить APK файл Majisk Manager. Находим его, нажимаем на него, если нас попросят какие-то дополнительные разрешения, то даем их, например, браузеру Chrome, что можно устанавливать приложение из этого источника и устанавливаем этот файл. Итак, как только Majisk Manager у нас установится, открываем его, но нам здесь ничего не нужно делать, поэтому мы просто переходим на рабочий стол. Теперь переходим в папку ADB, вызываем окно PowerShell через зажатую клавишу Shift и правую кнопку мышки, вводим команду ADBShell, после этого вводим команду SU, то есть SuperUser. На телефоне выскочит такое окно, запрос прав суперпользователя, не ждите предоставлять его, потому что оно может исчезнуть, и после этого вводите две команды Exit для того, чтобы выйти из режима Shell. Собственно на этом все, теперь мы получили root права, то есть права суперпользователя, теперь давайте проверим установились ли они на наш телефон, для этого я скачаю специальную утилиту, root checker, нажимаю на проверку root, даем ему права суперпользователя, и как видим, что root права на мой телефон установлен, значит все хорошо и у вас должно быть все так же. Для того, чтобы как-то кастомизировать ваш телефон, вы можете перейти в Majisk и установить различные модули, они будут видны здесь, но чтобы их установить переходим в раздел репозиторий и можете устанавливать здесь всякие расширения для вашего телефона, но будьте с этим очень внимательны, читайте для каких телефонов они предназначены. На тот случай, если вам нужно удалить права суперпользователя, перед этим сначала удаляем все модули, которые вы могли установить, переходим в Majisk и нажимаем на клавишу удаление и полное удаление, перед этим, кстати, важно, чтобы ваш телефон был подключен к сети Wi-Fi, программа скачает необходимые файлы и удалить права суперпользователя с вашего телефона. Итак, в этом видео мы разблокировали загрузчик через режим fastboot, после этого установили Custom Recovery TWRP, с помощью которого мы потом установили Majisk Manager и с помощью Majisk Manager мы уже получили рут права на наш андроид телефон. Если это видео для вас оказалось полезным либо оно вам просто понравилось, не забудьте, пожалуйста, поставить палец вверх, для меня это очень важно и для системы YouTube это тоже важно для продвижения этого видеоролика. Также, если хотите, можете посмотреть другие видеоролики из серии Android Ликбез, либо мои другие видео с обзорами техники, либо сервисов, главное, что все это связано с мобильными технологиями. Пользуйтесь правами суперпользователя достаточно аккуратно, не переусердствуйте, иначе можете испортить ваш телефон. Ну а я пойду, всем удачи, всем пока.